Либо-либо Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века, революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. То, о чем мне рассказывают в учебниках истории. Этот сезон мы выпускаем при поддержке платформы по выполнению заказов такси Яндекс.Про. В середине эпизода вы услышите нашу совместную рубрику про истории, связанной с такси, и о том, как развивался рынок извоза. Осенью 1908 года столичные, провинциальные и особенно кавказские газеты запестрели заголовками «Разбойник Зелимхан убит». Наводивший ужас на все население Терской и Дагестанской областей разбойник Зелимхан Гушмазакаев убит при преследовании его специально сформированной чеченской командой. Один из высланных для преследования шайки партизанских отрядов наткнулся на нее в Бач-Юртовском лесу, причем в перестрелке были убиты кроме самого Зелимхана его отец, брат и еще два разбойника. Команда потеряла убитыми двух и ранеными пять человек. Семь лет Зелимхан со своим отрядом терроризировал местное население и русскую администрацию и постоянно уходил от наказания. Он последовательно убил трех начальников округов. Его люди грабили банки и поезда, похищали и убивали людей. Публика по всей России привыкла к периодическим новостям о Зелимхане и следила за его деятельностью с незатухающим интересом. Местные власти боролись с Зелимханом обычно так. Зелимхан накладывали коллективную ответственность на села, которые укрывали Зелимхана, что, довольно очевидно, не приводило к желательным результатам. И только когда для его поимки сформировали отряд чеченцев-кровников Зелимхана, дело пошло на лад. И Абрека настигли в долине горной реки Аксай, где и произошел бой. Но Зелимхан был не просто самым известным кавказским разбойником начала 20 века. Он создал себе имидж Робин Гуда такого и деколонизатора, который помогает простым людям бороться с несправедливостью российских властей. Он писал письма в Государственную Думу, а во время революции 1905 года русские анархисты даже вручили ему черно-красный флаг, а в Советском Союзе, в его родном районе, поставили ему даже памятник. Так кто он был такой? Зелимхан из тейпа «Харачой. Сын Гушмазуко». Вообще, я вас сразу хочу предупредить, что вся история Зелимхана будет в стиле «Зелимхан ограбил поезд, а может и не поезд, а может не ограбил, а может и не он, Дело в том, что Зелимхан довольно быстро стал легендарной личностью, и много о нем мы знаем из разных рассказов местных жителей, а легендам мы доверяем слабо. Но, в общем, основная канва будет проверенной, а если что, я вас буду предупреждать, где будут встречаться разночтения. Разночтения будут встречаться с самого начала. Зелимхан родился в зажиточной семье, вроде бы, а может и нет. По крайней мере, так было указано в письме самого Зелимхана, председателю Государственной Думы. «Все, что бывает у зажиточного горца, мы имели. Крупный и мелкий рогатый скот, несколько лошадей, мельницу, и имели мы еще богатейшую пасеку, в которой насчитывалось несколько сот ульев». Но вот верить на слово ему тут тоже нельзя. Дело в том, что в этом письме Зелимхан таким образом пытался объяснить, что вообще-то чужого добра ему никогда не надо было. Но, в любом случае, Зелимхан до 38-летнего возраста и не помышлял о карьере разбойника, спокойно занимался с котом и хозяйством, был он женат, у него рождались дети, жил он в селе Харачой, Веденского округа, высоко в горах. Отца Зелимхана звали Гушмузуко, а еще у Зелимхана было два младших брата, Салтамурад и Бий Султан. А может, его звали не Бий Султан, а Шамсудин. В общем, всех их я буду называть Гушмузукоевы, как их, собственно, все и называли. В какой-то момент Салтамурад, то есть это младший брат Зелимхана, захотел жениться на девушке. Судя по всему, семья этой девушки из старейшины деревни были против. Ну и поэтому Салтамурад похитил ее. После такого похищения девушка считается обесчищенной. Типа теперь деваться некуда. Девушка вынуждена выйти за похитителя, иначе как бы страдает честь. Но односельчане все равно были против, и через посредство старейшин девушку вернули в семью и отдали за другого, за соседа, Шугаита Авасханова. Мнение самой девушки, кстати говоря, никого не интересовало вообще. Больше того, даже имени ее никто не помнит. Все ее называют по-разному. Кто-то Зоргой, кто-то Зизык, кто-то Ладой, кто-то Хадыжат. Да и какая разница, собственно говоря, да, как звали девушку, когда у нас тут мужики спорят. Но, в общем, дело этим, конечно, не закончилось. Салтамурат решил отомстить, и его братья, и отец ему, конечно, решили помочь. Дальше кого-то убили. Кажется, даже не главного врага, то есть нового мужа вот этой девушки Авасханова, а его брата младшего. Ну, в общем, кто оказался под рукой, того и замочили. Некоторые даже говорят, что сначала убили кого-то из Гушмазакоевых, и поэтому они мстили. А в некоторых версиях легенды, что украл и изнасиловал девушку изначально, наоборот, Авасханов, и что Гушмазакоевы мстили за это. Ну, короче, факт в том, по крайней мере, что там была замешана девушка, и в какой-то момент кто-то из Гушмазакоевых, возможно, Зелимхан, убил кого-то из своих врагов. Вот такого уровня у нас верификация. И вот удивительным образом враги, то есть Авасхановы, решили не продолжать кровную месть, а донесли вместо этого русской администрации об убийстве. И так все Гушмазакоевы оказались арестованными. А может, и не все. В общем, их посадили в грозненскую тюрьму, из которой арестованные довольно быстро вырыли подкоп и сбежали вместе с другими заключенными. Забавно, что Зелимхан в своем позднем письме председателю Госдумы писал, что во всем были виноваты российские власти. Потому что, смотрите, кровная месть – это наш национальный обычай, скрепа, так сказать. Мы бы, на самом деле, рано или поздно с помощью старейшин все бы решили. Но вот из-за арест как раз все они, и отец Гушмузуко, и брат Салтамурад, и сам Зелимхан, стали вне закона. И тогда им пришлось просто податься в обреки, ну то есть в разбойники. Типа ничего больше не поделаешь. И, кстати, это справедливая логика. Скорее всего, вся ситуация рано или поздно разрешилась бы через подарки. Местная администрация обычно старалась в такие разборки не влезать, а вот тут вот полезла. Ну и враги, вообще-то, Аласхановы тоже пошли не по понятиям, поскольку обратились к русским. И по логике Зелимхана, за все дальнейшие убийства и грабежи, таким образом, ответственность лежит. На Аласхановых и на российской власти. То есть это вы виноваты в том, что нам пришлось убивать и грабить людей, пенять теперь на себя. Впрочем, с другой стороны, российская власть тоже проявит себя совершенно не блестяще. Надо сказать, что в репортажах и историях об этой банде, а в банде в некоторые моменты было по несколько десятков человек, так вот, во всех этих репортажах и легендах на первое место всегда ставили Зелимхана. Он стал как бы таким публичным лицом, однако, судя по некоторым свидетельствам очевидцев, да и просто чисто по логике, главным поначалу, по крайней мере, все же был отец Гушмузуко. И банда начала по классике убивать и грабить купцов на перевалах. Это у нас на дворе, самое начало 20 века, типа 1901 год. Приют они находили по аулам, а многие чеченцы, во-первых, считают, что дать ночлег путникам – это святое дело, а во-вторых, даже если они не хотят принимать на ночлег абреков, то сделать обычно ничего не могут. Ну, типа, ты же не будешь закрывать дверь перед вооруженными до зубов бандитами, которые, к тому же, вспоминают про священный долг гостеприимства. В свою очередь, русская администрация, если узнавала, что вот в каком-то доме ночевала банда Зелимхана, то штрафовала или даже выселяла, иногда не только хозяев, но вообще всю деревню. Догадаетесь, насколько это помогало поймать Зелимхана? Правильно, не помогало. Наоборот, разоренные чеченцы присоединялись к банде. До революции 1905 года банда Зелимхана, на самом деле, особо не отсвечивала, в новостные хроники не попадала. Больше того, Зелимхан явно бывал в своем родном селе подолгу, потому что у него в этот период продолжали рождаться дети. Короче, в этот период Зелимхан и его братья, похоже, вели довольно такую распространенную среди чеченцев жизнь. Сегодня они обычные горцы, пасут скот, а завтра кого-нибудь ограбят на перевале. Побег из тюрьмы, конечно, грозил санкциями, но у русской администрации просто не было ресурсов, чтобы найти беглецов. Ну типа, ну вот приедешь ты в Харачой, там тебе скажут, что Гушмузукоева их тут давно не видели. Почему же Назелимхана беременна? Откуда мы знаем? Мы-то тут при чем? Может, просто хорошо кушает? Это специальная рубрика, которую мы делаем с партнером подкаста с платформой по выполнению заказов такси Яндекс.Про. В ней мы делимся историями о том, как развивался рынок извоза и такси до революции и о том, как его принимали тогдашние жители. Перенесемся с Кавказа, куда бы вы думали, в Казань, причем прямо на Масленицу. Одно из главных развлечений на Масленицу – это катание на санях. Не с горок, я имею в виду, хотя с горок, конечно, тоже катались, а просто по улицам. Так вот, в Казань на Масленичную неделю, которая, естественно, является русским праздником, совершенно не татарским и уж тем более не мусульманским. Так вот, в Казань со всех окружающих сел съезжались татары для того, чтобы возить людей. Лошади откормлены нарочно к этому празднику, с заплетенными гривами и хвостами, в которых завитые распущены косичками ленты из шелковой цветной материи голубого, красного, белого калинкора и кумача. На задках саней развешаны ковры разных видов и размеров. В санях – лавочки с набитыми мочалом, сеном и соломой подушками. В ногах – истасканные ковры, рогожки, сено и солома. Цена катания сначала самая дешевая. Можно ли после этого ездить на своих лошадях? Действительно, в эти дни считалось даже неправильным кататься на своих лошадях, если у кого были свои лошади и сани. Да даже пешком люди мало ходили, как пишут в некоторых источниках, потому что все катались на татарских санях, которых прибывало в город до трех тысяч. И за неделю такой работы крестьянин татарский мог заработать 25-40 рублей. И это была довольно неплохая сумма по тем временам. А благодаря платформе Яндекс.Про водители-партнеры могут зарабатывать в удобное для них время, если вы ищете подходящий формат работы и у вас есть водительские права, то получайте достойный доход и работайте в такси в удобное время вместе с приложением Яндекс.Про. Чтобы присоединиться, можно перейти по ссылке в описании эпизода или позвонить по номеру 1002. Так, давайте, а то я вообще с места в карьер начал, я вам чуть-чуть расскажу, какое место занимали чеченцы в Российской империи и какими глазами на них смотрели русские, как тут все было устроено, а то вы запутаетесь дальше. Для начала откроем энциклопедию Брагауза и Ефрона, самую популярную, просто такую дефолтную энциклопедию тогда. Вот что там написано про чеченцев. «Неукротимость, храбрость, ловкость, выносливость, спокойствие в борьбе – черты чеченцев, давно признанные всеми, даже их врагами. В обыкновенное время идеал чеченца – грабеж. Угнать скот, увести женщин и детей, хотя бы для этого пришлось ползти по земле десятки верст и при нападении рисковать своей жизнью – любимое дело чеченца. Самый ужасный упрек, который может сделать девушка молодому человеку – это сказать ему, «Убирайся, ты даже не способен угнать барана». Чеченцы никогда не бьют своих детей, но не из особенной сентиментальности, а из страха сделать их трусами». Это в энциклопедии написано в начале XX века. Ладно, закроем энциклопедию Брагавзу Ефрона. Вам эта цитата была чисто для того, чтобы понять образ чеченцев в глазах среднеобразованной городской публики из России. Но, впрочем, грабеж, если и не был идеалом чеченцев, то все же грабежей и насилия на Кавказе было предостаточно. Местные жители относились к этому с хладнокровием. Это было характерно, пожалуй, вообще для всех народов Кавказа тогда. Это миллион свидетельств. Вот, например, свидетельство датчанина Карла Кафода, который много жил и работал на Кавказе. Он в разговоре узнает, что брат его собеседника, грузина, был в тюрьме, и он спрашивает, за что же он туда попал? «Ни за что! Он стрелял в сборщика налогов! Тот даже и не умер от этого!» Короче, чеченцы жили преимущественно в горах, что, очевидно, больше всего занимались овцеводством и коневодством. Горских лошадей, кстати, активно закупали казачьи части. Аулы были разделены ущельями, оврагами, перевалами, а дома чаще всего были саманные, стены сделаны из хвороста, обмазанного глиной. Но к началу 20 века все больше домов уже было сделано из саманного кирпича со стекленными окнами, с печью и дымоходом. И если в середине 19 века чеченцы больше ели мясо и молоко и молочные продукты, то вот в описываемое время все больше уже едят кукурузу, картофель, овощи, пьют чай уже и покупают сахар. Образование дети чеченцев получали чаще всего в школах при мечетях. Эти школы не были нигде зарегистрированы, поэтому статистики об образовании нет. Но в этих школах дети изучали Коран и учились читать и писать по-арабски. Вот отец Зелимхана, Кушмузуко, был грамотным, то есть умел читать и писать по-арабски, а Зелимхан не умел. И поэтому всякие вот эти вот письма, которые считаются письмами Зелимхана, например, письмо, которое я цитировал вот это председателю Госдумы, на самом деле эти письма написаны с его слов другими людьми, иногда отцом. Единственная ближайшая к селу Зелимхана гимназия была во Владикавказе. Поступить туда, естественно, обычные горцы не могли, потому что для поступления надо было уметь читать и писать по-русски. Административно весь Кавказ тоже был устроен очень особенно. Ну вообще Российская империя была устроена разнообразно. Тут на Кавказе не было губерний и не было гражданских губернаторов. Когда началась наша история, всем Кавказом и Северным, и за Кавказием управляла специальная Кавказская администрация. И глава этой администрации одновременно был главнокомандующим всех местных войск и гражданским главой. И подчинялся он военному министерству. То есть буквально армейский генерал управлял всем этим регионом. После 1905 года система поменяется, и Кавказский регион будет преобразован в наместничество. И управлять здесь станет наместник императора, который подчиняется императору напрямую. Но он тоже объединял и военное, и гражданское управление. Следствием всего этого было то, что местные администраторы, типа там глав округов, все были сплошь военными. Чаще всего казаками. Естественно, только православными. Ну, по большей части русскими. Так вот, значит, дальше идем. Кавказ, вот этот большой-большой регион, подразделялся на области, а области на округа. В частности, современные территории Чечни входили в большую такую терскую область. И при этом сами чеченцы даже не считались полноправными подданными императора, как и все прочие кавказские народы. Они считались инородцами. Это такой термин был. Чеченцы имели ограниченные права и обязанности. Например, они были освобождены от воинской повинности. У чеченцев действовали свои традиционные органы. Например, были свои суды старейшин, которые, естественно, судили по шариату и согласно Адатам. Но можно было апелляции подавать в имперские вышестоящие суды и в МВД. Еще тут точно так же работали традиционные чеченские сельские сходы, которые выбирали своих старейшин. Кстати говоря, у чеченцев не было аристократии. Они от своего дворянства избавились еще в средние века и решили новые не заводить. Это вообще очень демократичный народ. Развитием образования сверху тут тоже никто не занимался. Администрация даже препятствовала созданию школ на русском языке для местных. Больниц тоже особо не было. По большому счету, администрация тут больше занималась поддержанием порядка с помощью казаков и защищала еще торговлю. И собирала налоги. Да, фиксированный налог собирался с семьи, точнее, с одного дома. Плюс к этому там был отдельный военный налог. Но вообще в целом налоги были ниже, чем, например, у русских крестьян. При этом русская администрация была малочисленной. Особо никаких полицейских сил фактически не было. Были казаки. Специальное терское казачье войско. Вот оно было специально даже создано для этого региона. И довольно стандартными способами принуждения к порядку были выселение, перемешивание населения, назначение казачьих сотен на постой, назначение сельских старост сверху, часто из других сел и тейпов. И это все, конечно, провоцировало внутренние конфликты и даже восстания. А еще, кстати, империя стимулировала переселение чеченцев в Османскую империю. И даже организовывала такие переселения. Короче, этот край, по большому счету, жил по своим законам. Администрация русская, если тут и действовала, то действовала грубой силой. Ну, потому что на тонкую настройку не было ни людей, ни денег, ни желания. Главное, не бунтуйте. Но вот пришел 1905 год. В год революции у русской администрации перестало хватать казаков, чтобы держать под контролем территории Кавказа и заниматься тут силовыми акциями. Местные почувствовали это и начали выгонять русских чиновников и назначенных сверху старост, а кое-кого даже и убивали. И захватывать земли еще они начали. А у администрации возможности нет, чтобы порядок навести. Железная дорога бастует, в городах демонстрации, и казаки как раз вот эти демонстрации и разгоняют. На села, в горах просто нет ресурсов. В Северной Осетии восстание. Там примерно 5000 вооруженных горцев громят торговые лавки и берут штурмом тюрьмы. А Веденский округ, где и находился родное село Зелимхана, Харачой. Этот округ на какое-то время вообще полностью вышел из-под контроля центральной власти. Это я имею в виду примерно на год. За этот год Зелимхан развернулся по-крупному. Его банда брала в заложники людей за выкуп. Например, они захватили инженера-химика Николая Баздренко и его провожатого и обеих их жен. По какой-то причине инженер в 1905 году не нашел ничего лучше, кроме как отправиться исследовать горы в Веденском округе. Да, в результате мужчин взяли в плен, их жен отправили в город искать деньги для выкупа. Выкуп назначили в 2000 рублей. И строго-строго им указали, не дай бог вы скажете что-нибудь там полиции или армии или администрации. Осенью 1905 года отряд Зелимхана, разросшийся до 50 человек, остановил поезд Ростов-на-Дону-Баку на перегоне недалеко от Аргуна. Почтового вагона, в котором обычно переводят ценности инкассацию, к сожалению, Зелимхана не было в этом поезде. Так что им пришлось ограбить всех пассажиров и, по некоторым сведениям, ехавших в поезде офицеров убивали. Погибло тогда от 17 до 40 человек. Причем эта акция была не просто так, а месть русской администрации за силовой разгон демонстрации в Грозном и убийство людей там на рынке. Где-то в это время на Зелимхана вышли российские студенты-анархисты. Леваки и студенты у нас, как обычно, поддерживают борьбу народов за самоопределение против колонизации. Зелимхан с большим недоверием относился к внешним контактам, к любым, но вот этим студентам через довольно продолжительное время удалось его убедить в своих дружественных чувствах. И в Советском Союзе была издана такая легендаризированная биография Зелимхана, и в ней анархисты убеждали Зелимхана вот как и описывали себя. Про тебя вся Россия знает и удивляется. Молодец, говорит Зелимхан, который царское начальство бьет. Они, то есть студенты, тоже царское начальство бьют и говорят, что в России таких много. Царь не только чеченцам зло делает. Царь всем, которые много денег не имеют, которые фабрика заводов не имеют, всему трудовому народу плохо делает. Царь с генералами и купцами заодно. Им всем выгодно, чтобы трудовому народу плохо жилось. Поэтому весь трудовой народ добивается, чтобы царя не было, чтобы генералов не было, чтобы приставов не было, чтобы купцов не было. Тогда трудовому народу легко жить будет, когда их не будет. Чтобы их не было, их всех убивать надо. Когда всех убьют, тогда хорошо будет. Всех плохих людей надо убить, а то хороших очень мало, понимаете. И после вот этой встречи Зелимхан якобы согласился называть себя анархистом, принял черно-красный флаг и стал скреплять свои письма печатью с надписью «Группа кавказских горных террористов-анархистов Атаман Зелимхан». Ну, честно говоря, верится во все это с трудом, то есть встреча вполне возможно была, даже скорее всего была, но вот, например, в доступных сканах писем Зелимхана никаких анархистских печатей не видно. В любом случае о теории анархизма он не имел никакого понятия, идеи графа Кропоткина явно на его деятельность никак не повлияли. В начале 1906 года власть начала возвращаться в Веденский округ, стал наводить там порядок, и Зелимхан к этому моменту был целью номер один. Вот какие меры к его поимке были предприняты, пишет об этом столичная газета «Речь». Из Слободы-Ведено пишут, что тамошняя администрация для уничтожения абреков за лучшую меру призвала арестовать всех родственников абреков, как мужчин, так и женщин, не исключая 80-летних старцев и грудных младенцев. В Веденской тюрьме с ноября прошлого месяца сидят шесть родственников абрека Зелимхана Гушмузукоева из селения Харачой. Мерой этой администрация надеется принудить всех абреков явиться с повинной. Отличный способ навести порядок. Интересно, почему же чеченцы бунтуют против России? Вопрос так вопрос. В начале весны 1906 года родственников Зелимхана, не дождавшись самого Зелимхана, решили отправить в административную ссылку уже в среднюю полосу России. Зелимхан с братом и отцом хотели устроить засаду в одном из ущелей, чтобы напасть на конвой и освободить родственников. Но о засаде узнал местный мелкий чиновник, дорожный кондуктор Турченко, который жил в Ведено. Чтобы Зелимхан не смог напасть на конвой, конвой усилили местными чеченцами, поэтому нападение сорвалось, потому что Зелимхан не хотел стрелять в местных из-за опасения начать кровную месть. Конвой с арестованными родственниками прошел, но и самого Зелимхана поймать не удалось. А через некоторое время Зелимхан убил Турченко у него дома. Тогда полковник Добровольский, начальник Веденского округа, приказал арестовать еще родственников Зелимхана, объясняя всем, что проблемы закончатся, когда вы, чеченцы, выдадите место, где скрывается Зелимхан с отцом и братом. Итог получился обратным. Чеченцы рассказали самому Зелимхану, когда полковник Добровольский поедет из Ведено в Грозный. И в апреле 1906 года Зелимхан устроил засаду в ущелье и убил Добровольского. И вот это было прям уж совсем серьезно. Убит начальник округа. И власть мириться с этим совершенно не собиралась. Но пока что проблемы были в том, что в Веденском округе не все аулы еще подчинялись центральной власти. На место Добровольского назначили нового человека, полковника Василия Галаева. А наместник Кавказа, то есть тот, кто управляет вообще всем-всем-всем Кавказом. В общем, наместник приказал наложить дань на Веденский округ. Простите, не дань. Он потребовал скинуться жителям Веденского округа, чтобы возместить ущерб женам убитых русских чиновников. Я имею в виду убитых Турченко и Добровольского. Новый начальник Веденского округа, полковник Василий Галаев, действовал энергично. Он даже сумел найти некоторое взаимопонимание с местными, может быть, потому что он тоже был горцем, он был осетином. Но взаимопонимание это было умеренным, прямо скажем, потому что вот Галаев, хотя и открыл Ведено школу, что само по себе было делом довольно выдающимся, порядок он наводил все-таки традиционными способами. В августе 1906 года Галаев предпринял тур по аулам, которые все еще не подчинялись центральной власти, и предупредил эти аулы заранее, чтобы те собрали к его приезду сельские сходы. Села эти требования проигнорировали. И тогда, уже в конце ноября, казачий отряд при поддержке пехоты и артиллерии привел села к подчинению. Но в некоторых случаях это происходило после обстрела сел артиллерии. А в следующем, в 1907 году, солдаты 2-го батальона 222-го шатского резервного пехотного полка, который был дислоцирован, введено, сами чуть не подняли восстание. Они планировали объединиться с местными чеченцами и продолжить борьбу с самодержавием. Но организаторов вовремя сдали, и восстание не произошло. Это явно к тому, что вы просто прикиньте, какое происходит месиво. А тут еще Зелимхан со своими абреками грабит купцов на перевалах и похищает людей ради выкупов. Потому что, естественно, он не только чиновников убивал. Надо было как-то зарабатывать на пропитание, да? Но как банду Зелимхана поймать? Они ходят горными тропами. Они появляются и исчезают в никуда. Лови ветер в поле. В смысле, в горах. Еще и письма в Государственную Думу он в это время пишет о том, какой он борец с произволом, защитник простого народа, как они всей бандой награбленной раздают простым людям. Ну и действительно, они что-то раздавали простым людям, но кого-то и грабят, и убивают, и богатых, и бедных в том числе. Но потихоньку, да, самое бурное время революции проходит. Власти более-менее вернули регион под контроль репрессиями и устрашением. И тактика властей начала действовать. В том смысле, что местные жители, утомленные до крайности поборами, штрафами, избиениями, арестами, выселениями, перестали уже давать приют Зелимхану. И в родном районе Зелимхану уже было опасно показываться. Местные его бы сдали, скорее всего. Зелимхан начал послать полковнику Галаеву письма. «Эй, полковник! Я тебя прошу ради создавшего нас Бога и ради возвысившего тебя, не открывай вражды между мной и народом. Ты должен стараться, чтобы женщины и дети не плакали и не рыдали. Они же плачут и проклинают меня. Говорят, хоть бы убили его, и чтобы он был уничтожен Богом. Так они проклинают меня. Они не виноваты. Ты же не должен сомневаться, что если будешь обижать арестованных, то ко мне будет вражда. А мы до сих пор жили хорошо. Кто мне сделает добро, тому отплачу тем же. Кто мне сделает дурное и злое, тому отвечу тоже тем же». «Я здесь за эту улицу стою. Пацаны мне все, и я все пацанам. Кто меня знает, тот в курсе». Письма, впрочем, не работали, и поэтому Зелимхан решил устроить засаду уже на Галаева. Галаев жил в Ведено по соседству с родным селом Зелимхана Харачой. Ежедневно в 12 дня Василий Галаев со своим помощником, подполковником Петропавловским, выходили из офиса и шли пить кофе домой к Петропавловскому. Все селение Ведено находилось на одной стороне реки Хулхулау, а дом Петропавловского стоял как раз на берегу. И вот 8 июня 1908 года в час дня, как обычно, полковник Василий Галаев вышел от своего приятеля. С другой стороны реки раздались выстрелы, и полковник Галаев упал, убитый в висок. Зелимхан стал известен всей стране. Заметки о нем уже пишет и столичная пресса. Больше того, в заметках Зелимхана часто романтизируют. Он грабит только богатых и раздает деньги бедным. Ему пришлось уйти в разбойники из-за любви. И вообще, он красавец, прекрасно сложен, великолепно держится в седле, появляется на людях в офицерской форме и так себя, знаете, убедительно ведет, что даже документы у него никто не проверяет. Вот есть же у человека природное благородство. Тем временем в родное село Зелимхана Харачой приехал из Грозного аж начальник всей Терской области генерал-лейтенант Кулебакин. Он потребовал от села, чтобы в двухнедельный срок они выдали Зелимхана. А когда местные жители начали говорить, что Зелимхан тут вообще уже не показывается во всем округе, и похоже, это было правдой, генерал Кулебакин им сказал, типа, я вам не верю, две недели срока вам даю. В селе расположили на постой кубанских казаков и собрали очередной раз дань села в пользу убитого полковника Василия Галаева. А еще была объявлена награда 8 тысяч рублей за голову Зелимхана, за голову его брата Салтамурада 3 тысячи рублей, за голову отца Гушмузуко 1500 рублей. Да, постойте, я же вам как-то говорил, что у Кавказской администрации хронически денег не хватало и ресурсов. Ну, деньги на награду Кулебакин приказал собрать с жителей Веденского округа ниже его земляки Зелимхана. Так что будет справедливо, наверное, если они и заплатят за его поимку. Как вы понимаете, все эти меры к результатам не привели, несмотря на то, что все это время банда Зелимхана продолжала грабить, убивать, брать людей в заложники. И вообще они успели основательно достать уже и свой округ, и соседняя круга. В итоге, один мелкий чиновник, Сергей Бердяев, начальник одного из районов Веденского округа, сформировал отряд из 25 чеченцев, которые решили, наконец, поймать Зелимхана. Немаловажную роль здесь играла награда 8000 рублей. На Бердяева, на этого чиновника местного, вышел один из членов банды Зелимхана. Его звали Барганай Демогоев. И он такой, меня уже достало грабить, убивать людей, хочу жить спокойно, готов сдать своего, значит, атамана, Зелимхана, в обмен на помилование. Чиновник Бердяев не мог обещать помилование. Он не обладал такими полномочиями. Больше того, он и санкций сверху, скорее всего, не смог бы добиться. Но он решил действовать на свой страх и риск. Он лично встретился вот с этим Барганаем и договорился с ним сам. Пояснил, причем открыто, что его самодеятельность тоже становится противозаконной, но давай просто закончим этот беспредел. 31 августа 1908 года на взмыленной лошади в аул Се-Сан прискакал Барганай Демогоев и пошел сразу же к чиновнику Бердяеву. А разбойник сказал, что Зелимхан с его людьми близко. За предыдущие два дня они все вместе, всей бандой, напали на ферму Архипа Месяцева, ограбили его, увели его лошадей, самого его взяли в заложники для выкупа и сейчас двигаются вверх в горы и скоро будут проходить по ущельям как раз неподалеку. И самого Барганая Зелимхан отправил вперед на разведку и поэтому он как бы свернул, смог приехать предупредить. Через 15 минут вооруженный отряд во главе с Барганаем помчался из аула Се-Сан на место дневки банды Зелимхана. Но поляна уже была пуста и следы от копыт вели в лес. Преследователи погнались по следам, но вскоре тропа разделилась на две части и отряд тоже разделился. Одной части отряда повезло меньше. Они никого не встретили, но очень скоро услышали выстрелы, погнали лошадей назад и успели нагнать вторую группу, когда все уже было кончено. Схватка была быстрой и очень тупой. Отряд Зелимхана не хотел стрелять, чтобы не давать повода к ровной мести. Потому что их преследователи тоже были чеченцами из их округа. Одного убьешь, начнется резня. А вот преследователи были готовы стрелять и уже подняли ружье. Как вдруг один из преследователей сказал «не стреляйте» и вышел вперед. У него был план. План был такой. Схватить самого Зелимхана живым, утащить его в чащу, чтобы получить за него награду 8 тысяч рублей, а остальные в это время расстреляли бы разбойников. Но совладать с Зелимханом ему не удалось. Началась драка, возня даже. Стрелять было невозможно, никому из-за боязни попасть по своим. Зелимхан в результате несколькими ударами кинжала прикончил противника. После этого уже началась стрельба и в перестрелке был убит отец Зелимхана Гуш Мазуко, брат Зелимхана Салтамурад и еще трое человек. А со стороны преследователей было убито трое, включая Барганая. А Зелимхан в результате смог скрыться. И, кстати, похищенному Архипу Месяцеву чеченцы тоже успели приказать бежать с собой. И таким образом фермер бедный остался в плену. Месяцева потом отпустили за выкуп в 18 тысяч рублей. Но, о чем я хочу сказать, вскоре на место боя собралось все начальство. Начальник участка Сергей Бердяев, вот этот местный чиновник, который организовал операцию. Новый начальник Веденского округа полковник Хитагуров, которого назначили вместо убитого Галуева. Начальник Терской области генерал Кулюбахин приехал из Грозного прямо вместе с полусотней казаков. Чиновник Бердяев и его команды были награждены. Чеченцам дали медали за храбрость. Но вот только полковник Хитагуров, новый начальник округа, не стал даже слушать Сергея Бердяева. Бердяев говорил, что Зелимхану удалось скрыться. Начальник округа Хитагуров убедил генерала Кулюбакина, что один из трупов это труп разбойника Зелимхана. Мы его поймали и убили. Ура! Бердяев Сергей пытался говорить еще и генералу, что Зелимхан жив, он бежал, но успеха никакого не достиг. В Петербург полетели победные ревятцы о ликвидации знаменитого Брека. В газетах появились заметки об убийстве Зелимхана. Одну из них я вам и читал в самом начале выпуска. А генерал Кулюбакин и полковник Хитагуров стали сверлить себе дырочки в мундирах для орденов. Спустя самое непродолжительное время в газетах начали появляться новости о продолжающейся деятельности Зелимхана. Какой сюрприз! А еще и фермер Архип Месяцев тоже заплатил в какой-то момент выкуп и через несколько месяцев вернулся из плена и рассказал, что вообще-то с Зелимханом все окей, все в порядке, он жив. А еще, кстати говоря, он рассказал, что у Зелимхана вполне дружеские отношения с несколькими сельскими старостами. Его вообще встречают, уважают люди вокруг и что его держали до выкупа на хуторах, не где-то в пещерах или в лесу и что местные жители прекрасно вообще о его местоположении знали. Но вообще разговор не про Архипа. Месяцева, конечно, я к тому, что генерал Колюбакин и полковник Хитогуров так и не дождались орденов за поимку Зелимхана и были, наоборот, смещены. И тут уже начальники не только Веденского округа, но и соседних стали соревноваться друг с другом, чтобы поймать Зелимхана. Они слали в центр противоречащие телеграммы, выгораживали себя и больше всех отличился полковник Вербицкий, который опубликовал в газете Терек воззвание к Зелимхану с такими вот словами. Зелимхан, твое имя известно всей России, но слава твоя скверная. Ты бросил отца и брата умирать, а сам убежал с поля битвы, как самый подлый трус и предатель. Ты убил много людей, но из-за куста прячешься в камне, как ядовитая змея, которая боится, чтобы человек не раздавил ей голову кублуком своего сапога. Ты мог пойти на войну, там заслужить помилование царя, но ты прятался тогда, как хищный волк, а теперь просишь у начальства пощады, как паршивая побитая собака. Тут надо сказать, что вот подобная форма выражения мыслей немного выходила за понятие чести русского офицера и вызвала вообще-то возмущение у офицеров армейских, которые служили на Кавказе. Зелимхан в ответ прошелся рейдом по всей территории полковника Вербицкого, взял штурмом Кизлярское казначейство, убил казначая, двух служащих, пятерых солдат и девять посетителей и взял кассу в размере почти пяти тысяч рублей, оставив на месте преступления послание Вербицкому. Вербицкого сместили, отдали под суд, поскольку, как выяснилось, его вообще-то предупреждали агента о готовящемся нападении, но тот ничего не сделал. Между тем, Слава и Зелимхана начали пользоваться совсем уже посторонние люди. Зная страсть Зелимхана писать письма по любому поводу, некоторые ушлые ребята начали слать письма якобы от его имени с требованиями о выкупе, и люди, боясь Зелимхана, платили, а сам Зелимхан оставался неуловим. В 1910 году Терскую область перевели на положение чрезвычайно усиленной охраны. Это что-то вроде дореволюционного режима чрезвычайного положения, только круче. В область ввели дагестанский конный полк. Села, которые укрывали Зелимхана, расселяли и сжигали дотла. За Зелимханом началась настоящая охота. К этому моменту он уже остался без банды, его соратники разошлись по аулам, просто превратились обратно в мирных жителей, а сам Зелимхан прятался по горам, охотясь и изредка граби кого-нибудь. В середине сентября 2010 года в верховьях реки Асса солдаты обнаружили землянку с вещами Зелимхана и его жены и начали прочесывать местность. Вскоре в одной из пещер обнаружили жену Зелимхана с детьми и жену младшего брата Зелимхана Бейсултана, тоже с ребенком, а сам Зелимхан с братом скрылись. Под конец сентября, так и не найдя Зелимхана, отряд, состоявший больше, чем из сотни человек дагестанского полка, отправился вниз по долине реки Ассы во Владикавказ, ведя с собой женщин и детей захваченных. Жена Зелимхана просила офицеров быть осторожнее, не идти узким ущельем. Она боялась, что Зелимхан устроит засаду, начнет стрелять и, возможно, убьет ее даже или даже детей, но ее никто не послушал. Зелимхан с братом и правда засели на высоком уступе и, дождавшись отряд, начали просто расстреливать его с высоты. Обойти утес был невозможно, окружающая местность была как на ладони. Солдаты карабкались на уступ, но безуспешно. Первыми залпами Зелимхан с братом убили офицеров, которые ехали впереди и, еще застрелив нескольких солдат, они спокойно ушли. Как вы думаете, что сделали власти в ответ? Правильно, на несколько ингушских селений наложили дань в общем размере 20 тысяч рублей и отобрали у них земли в пользу казаков. Жену с детьми довезли до Владикавказа и сослали под надзор полиции в Россию. Через год повторилась похожая ситуация, только на этот раз в Дагестане. Там 12 солдат с офицером и двумя инженерами двигались по дороге, на скале опять сидел Зелимхан с племянником и они, как в тире, убили офицера и солдаты опять бесследно скрылись. После этого командир полка дагестанцев сформировал специальный летучий отряд чисто из одних кровников Зелимхана, но и этому отряду не удавалось его поймать. Тем временем уже в столице начали беспокоиться о массовых репрессиях в отношении чеченцев, которые устраивала Кавказская администрация. Государственная дума 5 ноября 1905 года отправила запрос к кавказскому наместнику. Типа, ребят, а что это у вас там за беспредел вообще творится? По нашим сведениям, вы выселили около четырех тысяч человек. За все время борьбы с Зелимханом собрали дани в общей сложности в 40 тысяч рублей с местных. А после боя в ущелье реки Ассы, по нашим сведениям, вы наложили штраф в 25 рублей с каждого дома Назранского округа, а там 10 тысяч домов, то есть вы еще 250 тысяч рублей собираете с местных, и вы еще там лишаете местных права выбирать старост, по нашим сведениям. И, кстати, а как так вышло, что у вас там в бою в ущелье перебили офицеров, ну и там дальше на 10 страницах перечисления беспредела местных властей, а отряды, которые высылались на поимку Зелимхана, прямо назывались карательными. Прикиньте, да, как бывает, Государственная Дума беспокоится о жителях России и требует ответа у силовиков. Ничего себе. Началась утомительная переписка, в ходе которой начальники округов и участков отвечали наместнику Кавказа в том смысле, что сборы денег это на самом деле не дани, даже не штрафы, а сбор старых недоимок. И что после боя в ущелье реки был и правда назначен штраф, но не в 250 тысяч, а в 20. А что касается массовых выселений, то да, это все есть, ну типа а что в смысле а мы всегда так делали, больше того это и в законе указано, вот смотрим 156 статью учреждения управления Кавказского края там черным по белому санкционирована коллективная ответственность аулов за укрывательство. В итоговом докладе в результате собрали вообще все документы по всем делам связанным с Зелимханом, кстати, от меня отдельная благодарность за это Государственной Думе, это было очень удобно для подготовки выпуска, но в итоге ответ кавказской администрации был в стиле ну не мы такие, жизнь такая. Они писали, что вообще в Чечне, вот я цитирую, всякое насилие не только не встречает порицания и осуждения, но служит преступнику средством получить патент на права своего рода почетного гражданства. то есть тут люди таких уважают, а как с этим вообще бороться другими способами мы не знаем. А Зелимхан оставался неуловим, но крупных ограблений ему уже не удавалось совершить, потому что власть все-таки всерье взялась за охрану. Пострелять с утесов в солдат да, ограбить кого-то на перевале да, но вот делать рейды с ограблениями поездов или казначейств уже не было никакой возможности. Летом 1913 года жене Зелимхана с детьми разрешили вернуться в Чечню. Она хотела поселиться в селе Старый Юрт, но жители села не захотели ее принять и обратились к начальнику округа типа не селите ее здесь пожалуйста, ну потому что Зелимхан все равно за ней придет будет стрельба а накажут все равно нас потом. В Веденский округ в родной округ власти уже не хотели селить жену Зелимхана ну потому что там слишком много родственников и в итоге она поселилась в Грозном а про Зелимхана на самом деле за последний год уже почти не было ничего слышно. Пошли даже слухи что он переселился в Турцию но это было не так. От него ушли все его соратники и он скитался в горах один. В конце сентября 1913 года в небольшой дом в лесу в 10 километрах от села Шали постучали. За дверью стоял изможденный кашляющий человек с оружием за спиной. Это был тяжело больной Зелимхан. Хозяин дома его не узнал уложил возле огня и стал ухаживать за ним но через несколько дней понял кто именно пришел к нему домой и тогда хозяин донес о своем гости властям солдаты летучего отряда кровники Зелимхана прибыли к избушке и залпами убили своего врага. Рубрика «Чтобы послушать». Послушайте, ребята, отличный подкаст от издания «Холод» про чеченские войны. Чеченские войны проходили, когда я учился в школе и в университете, но, честно говоря, я вообще мало понимал, что происходит. Кстати говоря, войнами-то их тогда правительство тоже не называло. Кто такие Шамиль Басаев и Джохар Дудаев и чего они хотели? Как спасали людей и пленных правозащитники? Что происходило в Буденовске? И как штурмовали Грозный? Весь этот подкаст основан на свидетельствах людей, которые находились в Чечне, когда туда вошли российские войска. Это местные жители, это правозащитники и журналисты. Для меня это реально один из лучших подкастов года. Называется он «Война, которой не было». Ссылка на него в описании выпуска. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат Империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск вместе со мной готовили. Факт-чек Денис Катаругин, редактура Катерина Серебренникова, звук делал Семен Аксенов, партнерствами занималась Анна Орландцева. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok